Апостол Петр считается одним из главных святых в христианстве. Это именно ему, по преданию, Иисус передал ключи от рая и ада. Это его именем назван Санкт-Петербург, в переводе означает «город святого Петра». Считается, что Петр воскрешал мертвых, исцелял немощных и 25 лет был епископом Рима. Апостол Петр считается автором посланий, которые вошли в Новый Завет. Но их содержание знакомо только верующим людям. Вот несколько мудрых слов апостола Петра, в которых можно почерпнуть немало полезного. «Будьте святыми». Под этими словами Петр, скорее всего, имел способность противостоять соблазнам и похотям, отказ от вредных привычек и доброй поступки. Апостол считал, что человек должен стремиться к идеалу и постоянно улучшать себя. Главными пороками людей Петр называл пьянство, излишество в пище и сексуальное извращение. Мужеложство, скотоложство и нечистые помыслы. «Любите друг друга от чистого сердца». Эти слова из первого послания Петра завещали людям испытывать искренне нелицемерную любовь к окружающим. Любить людей следовало не потому, что они красивы, богаты или добры, а безусловно и постоянно. «Ведь любящий человек не сможет причинить другому вред, не сможет злословить и завидовать. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов», – писал Петр. Он также призывал каждого использовать свои способности и помогать друг другу. «Не держитесь за материальное». «Ни слава, ни деньги не могут сделать человека лучше», – говорил Петр. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Апостол уверял, что главное человеческое богатство – чистота и крепость Духа. И поскольку Петр был держателем ключей от Царства Небесного, он точно знал, что в это Царство человек забирает с собой только свою душу, но не свои богатства. «Не злитесь и не злословьте». «Будьте чисты, как младенцы», – писал Петр. «Отложите всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Избавиться от этих качеств и привычек человек должен был не только потому, что они приносят неприятности окружающим. Это было необходимо для него самого, ведь по-настоящему счастлив тот, кто лишен негативных эмоций. Апостол приводил в пример Иисуса, который не злословил в ответ на злословие и не отвечал злом на зло. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей», – писал апостол Петр. Жены должны повиноваться мужьям. Конечно, речь шла о распределении ролей в семье. Утверждалось, что главой в доме должен был быть мужчина, а женщина должна была покоряться ему и своим благочестивым поведением делать супруга лучше. Мужьям же рекомендовалось заботиться о своих женах. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. «Если вы добрые, вас никто не обидит». Еще одна интересная мысль, которую мы нашли в первом послании Петра, звучит так. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Петр уверял, что доброму человеку не нужно бояться неприятностей, ведь его будут охранять высшие силы. Интересная мысль, не правда ли? «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Эти слова Петра были обращены к верующим людям, которые должны беспрекословно подчиняться своим пастырям. Но если рассматривать фразу отдельно и применить к обычной жизни, можно сделать вывод о необходимости мириться с превратностями судьбы и принимать и хорошее, и плохое от жизни с благодарностью. А если вы горды, то исправляете нетерпеливость, агрессию и упрямство, вы не получите поддержки высших сил и не достигнете счастья и благополучия.